2013 год. Июнь. Анапа. Открытие 11-го Всероссийского фестиваля конкурса детских и юношеских творческих коллективов «Синёкая Анапа». Я желаю, чтобы ваши родители, педагоги верили, поддерживали вас, верили, что вы самые-самые замечательные таланты. Уверена, что в этом конкурсе все победители. Вы победители уже потому, что находитесь здесь. У нас фанатик. И пускай фестиваль зажгут новые звезды. Удачи вам! Самый юный, самый творческий и искрометный. Фестиваль, на котором расцветают сотни детских улыбок и зажигаются мириады, ярких звездочек. Праздник искусства и детства. События, ставшие знаковым для Анапы и ее гостей. Краснодарский и Красноярский край, Астраханская область, Республика Башкортостан, Владимирская область, Удмуртия, Московская область, Курская, Хабаровский край, Мурманская область. Более тысячи участников со всей России. Каждая из которых, безусловно, талантлив и для каждого из которых. Синеокая Анапа – возможность проявить себя и получить бесценный творческий опыт. В любом фестивале участие дает опыт. Делает меня смелее с каждым разом. Здесь как-то мне страшнее петь, но здесь справедливые судьи. Мне вот здесь очень нравится. Оценивала конкурсную программу высококвалифицированное и бесспорно авторитетное жюри, в которое вошли ведущие деятели культуры и искусства Российской Федерации, под председательством заслуженного артиста России, лауреата международных конкурсов Андрея Бивя. Все, что вы приготовили на сегодняшний момент, мы готовы принять, воспринять распростертыми объятиями и открытым сердцем. До встречи на сценах. Волгения прочь, вперед к победе! Итак, 11-й Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Синеокая Анапа», а дальше все вместе, объявляется «Открытие!» Итак, на протяжении 11 лет фестиваль открывает новые страницы в творческой жизни и юных дарований. Разменяв второй десяток, «Синеокая Анапа» стала фестивалем с богатой историей. За все время проведения в конкурсе приняли участие более 14 тысяч мальчишек и девчонок, многие из которых уже успели стать настоящими звездами. А география участников за годы возросла в десятки раз – с нескольких городов в 2003-м до более 30-ти в 2013-м. Но не первая поездка – это наша сюда. Это та высота, которую мы пытаемся взять уже третий-четвертый раз. Кто-то третий раз, кто-то в первый раз, кто-то четвертый. То есть мы понимаем, что это серьезный конкурс, поэтому мы сюда приезжаем. Чтобы поднять свою планку, именно такие конкурсы и нужны. Основные и приоритетные задачи фестиваля конкурса «Синеокая Анапа», учредителями которого являются Министерство культуры Российской Федерации, Министерство культуры Краснодарского края и Управление культурой администрации муниципального образования город-курорт Анапа – это выявление и продвижение юных и молодых талантов на всероссийский уровень, формирование любви к родному краю, гордости к культурному наследию России. При этом «Синеокая Анапа» – это еще и самый добрый и детский фестиваль, на котором даже у крокодила игривая улыбка и очаровательные глаза. Народное академическое и эстрадное пение, народный классический эстрадный танец и современная хореография, театр, инструментальное творчество, ансамбли песни и танца, декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство. Вот тот перечень номинаций, в которых участники «Синеокая Анапы» имели возможность проявить себя в лучших концертных залах города-курорта Анапа. Мне все очень нравится, то есть члены жюри, очень рассудительные люди, очень хорошо оценивают. Ну и, в принципе, хорошая акустика, хорошие микрофоны, хороший звук. Для каждого из ребят фестиваль-конкурс «Синеокая Анапа» – это еще и незабываемые эмоции, первые шаги на серьезные конкурсные сцены. Это бесценные переживания, вкус побед и легкая горечь от недостигнутых высот. Но в любом случае надежда на покорение пьедестала лауреатов и, что самое главное, победа над самим собой. Приезжают сюда самые сильные дети, тут бороться очень интересно. И если даже ты не пройдешь второй тур, то тебе не будет обидно, потому что знаешь, что спели кто-то лучше тебя, и есть такие сильные голоса. Для меня главное – участие, потому что если ты выступишь хорошо, то тебе будет приятно, что ты выступила. Победа – она есть победа. Немаловажен и тот факт, что фестиваль проходит в одном из самых солнечных и ярких городов России. Она подает ребятам возможность не только проявить себя в рамках конкурса, но и отдохнуть в лучах июньского солнца, понежиться в волнах теплого Черного моря, познакомиться с историей древнегреческого города. В итоге, получив заряд бодрости и положительных эмоций на год вперед. Город очень красивый, но пока мне на море плавать нельзя, но я собираюсь. Вот сегодня выступлю и потом буду плавать. Ну а сейчас настал тот самый момент, когда станет известен результат усилий, переживаний и тревог. Когда все участники фестиваля, их руководители и родители, организаторы и члены жюри допишут последнюю славную главу 11-го Всероссийского фестиваля конкурса «Синеокая Анапа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова